По будням! Гражданская Гранта. Ну, как сказать, Гранта стояла на светофоре, на красную светофору. Воткнулась. А Приора влетела в заднюю часть этого автомобиля. Собственно, ну, хорошо, что, окей, автомобили получили механические повреждения, но пострадавших нет. Собственно, в этом плане это плюс. И сразу возник вопрос. Кому, собственно, прилетит за это? Кто виноват и что делает? И мы обращаемся к нашему эксперту, к нашему правонику в юридических вопросах. Это юрист Андрей Пасенков. Андрей, доброе утро. Доброе, доброе. Бытует мнение в соцсетях, в комментариях пишут о том, что все равно будет мужчина виноват, которого влетела ДПС. Расскажи, пожалуйста, ты, если знаешь что-нибудь и смотрел видео, видел, прокомментируй нам, действительно ли это так. Ну, нет, конечно, сотрудники ГАИ будут виноваты в данном случае. Дело в том, что тут законополиции дает право сотрудникам полиции причинять ущерб в случае крайней необходимости. Но даже машина, которая движется с мигалками, включенными проблесковыми мячками и звуковым сигналом, она особого большого преимущества на дороге на самом деле не имеет. У нас есть судебная практика, когда скорая помощь попадает в ДТП, и водитель должен убедиться в безопасности своего маневра. То есть сотрудники ГАИ, судя по видеозаписи, они не выбрали безопасность, все-таки скорость, дистанцию, не увидели, что машина стоит на перекрестке, ждет сигнал светофора и совершили ДТП. Вред, который они причинили, будет, скорее всего, возмещаться за счет государства. Так, хорошо, еще раз проговорим. То есть, включая проблесковые маячки, они не становятся бессмертными, да? Ни скорая помощь, ни сотрудники. Да, есть прям судебная практика, когда сотрудники полиции, например, при скорой помощи или пожарная машина, когда выезжает на красный сигнал светофора, она должна убедиться, в том, что ему предоставляет это преимущество, на которое он должен рассчитывать. То есть только после того, когда он убедится, что ему предоставит преимущество, то есть все видят, что у него работает сигнал светофора, маячок проблесковый, вот только после этого он имеет право вести дальнейшее движение. Есть случаи, когда попадали в ДТП, сбивали подростков, скорой медицинской помощи, и водителя признавали виновными. То есть он обязан был потом выпустить и возместить компенсацию не только морального вреда, но и там вреда здоровью. Ну, я думаю, это и логично, потому что Грантин, там реально деваться некогда. Если бы был еще зеленый сигнал светофора, она могла бы куда-то прижаться дальше, а здесь она на красный, если выскочит, она и себя подвергает опасности. Логично? Да, и всех остальных при таком маневре. Мы сейчас не будем в Никате пытаться разобраться, почему они просмотрели солнце, не солнце, в глаза, не в глаза. Да, вопрос другой. Сотрудникам ДПС по их служебной линии что-то грозит? Как думаешь, Андрей? Ну, скорее всего, сильно не накажут, но вина, я думаю, что здесь в данном случае, скорее всего, будет установлена. Потому что, на самом деле, есть определенные исключения из этого правила, но в данном случае на видео видно, что сотрудники ДПС ездят на очень большой скорости и должны были все-таки предполагать, что на перекрестке может стоять машина, а если бы там ребенок выпишет, ну и так далее. То есть нюансы в этой части, конечно, в любом случае будут. На мой взгляд, вина сотрудника ДПС здесь есть. То есть водитель Гранты точно там не виноват. И это самое главное, потому что за него мы болеем больше всего. Спасибо. Это был Андрей Путенков, наш флагман и спец в юридических вопросах.